Сейчас невозможно говорить ни о чем другом, кроме как о гибели Алексея Навального. Но и это очень тяжелая тема для разговора, ведь случилось непоправимо. Конечно, события не стоят на месте. Однако еще не пришел момент, чтобы трезво проанализировать происходящее, чтобы спокойно обсудить все версии, чтобы к чему-то призывать. Сейчас у нас у всех одна единственная и очень человеческая потребность – скорбеть. Алексей был частью нашей жизни. Многие видели его чаще, чем близких родственников. Он влиял на наши важные жизненные решения, формировал нашу гражданскую позицию, поведение. Вот это ощущение, будто потерял кого-то близкого, оно не случайно. Нас многое связывает с этим человеком, даже если лично вы его не знали. Давайте сегодня вспомним, каким был Алексей Навальный. После этого вступления вы увидите биографическое видео, которое мы подготовили еще полгода назад. Оно вышло в связи с новым 19-летним сроком, который тогда Навальному назначило путинское правосудие. К сожалению, в то время мы кое в чем были неправы. Мы говорили, что срок заключения Алексея Навального измеряется не судебными приговорами, а временем нахождения Путина у власти. Однако Алексея больше нет, а Путин все еще управляет страной. Конечно, по историческим меркам это продлится недолго. Россия сбросит с себя этот дряхлый балласт гораздо раньше, чем может показаться из дня сегодняшнего. Только вот Алексей Анатольевич Навальный, который жил мечтой о свободной стране, о прекрасной России будущего, ее уже не увидит. Сейчас будет в шестимесячной давности видео, в котором мы говорили об Алексея как о политике. В нем мы сделали только одно обновление. Добавили в конце самую последнюю прижизненную видеозапись Алексея. Давайте посмотрим и вспомним. Если перенестись на 12 лет назад, в начало 2011 года, и поспрашивать политических активистов, кто такой Навальный, нам бы, скорее всего, ответили что-то в духе «это тот блогер, который придумал мем про партию жуликов и воров». Эта история вскрыла, как наши граждане на самом деле относятся к партии власти. Раньше это было совсем не очевидно. В те годы, до этих выборов, «Единая Россия» побеждала всех нокаутом, и разговоры о том, что в этом что-то не так, особенно не ходили. После этого эфира адвокат Шата Гаргадзе предложил членам «Ядра» подать на Навального в суд. В ответ Навальный опубликовал в своем блоге голосование на эту тему, и 96% пользователей согласились, что «Единая Россия» – партия жуликов и воров. Тут бы «Ядру» замолкнуть и лишний раз не отсвечивать. Но нет, депутат «Единая Россия» Евгений Федоров пришел на дебаты с Навальным в эфир все того же радиофинам-ФМ, чтобы отразить нападки на свою партию. В результате, когда ведущий подвел итоги голосования, 99% слушателей поддержали Навального. Это при том, что это было не эхо Москвы, а довольно нейтральное деловое радио, где ведущий Юрий Пранько решил таким образом просто сделать интересную непрофильную для радиопередачу. Хотите, чтобы на сегодняшней передаче не зашкаливали эмоции? Я уверен, что они не будут зашкаливать, потому что мое оценочное суждение – партия «Единая Россия» – это партия воров и жуликов. Я сделал этот вывод на основе того, что я наблюдаю партию «Единую Россию» уже много лет. Я изучаю ее работу. Я хотел бы обратить внимание, что я в своем блоге провел голосование. 40 тысяч человек в нем участвовало, из которых 96% подтвердило мое оценочное суждение. То есть все эти люди также считают партию «Единую Россию» – партией воров и жуликов. Эти люди наблюдают каждый день ситуацию, при которой каждый коррупционер в нашей стране стремится найти себе наилучшее убежище. В настоящее время наилучшим убежищем является партия «Единая Россия», которая дает политическую крышу и возможность любому коррупционеру избежать наказаний. Уже в конце 2011 года на выборах в Государственную Думу стал очень популярным так называемый вариант Навального – «голосовать за любую партию, кроме «Единой России», кроме партии жуликов и воров» – это тогда звучало. Это сработало. «Единая Россия» набрала намного меньше голосов, чем обычно. Однако результаты этих выборов были так нагло сфальсифицированы, что вызвали масштабный протест. В стране, которую больше 10 лет приучали к политической пассивности, такого еще не было. На митинг на «Чистых прудах» 5 декабря 2011 года Навальный одним из первых сформулировал суть претензий к власти. Вы нас не представляете. Я – сестевой хомячок. Я перегрызу глотку этим скотам. Мы все вместе это сделаем. Потому что мы существуем. Я не понимаю, почему я пришел на свой избирательный участок, проголосовал. А потом какой-то урод встал рядом и сказал – «Ты проголосовал за «Единую Россию»?» «Ура!» «А я говорю – нет!» «Да!» «Я хочу, чтобы вы сказали это. Вы голосовали за «Ядро»?» «Нет!» «Вы проголосовали?» «Нет!» «Как называется эта партия?» «За «Людика»!» «За «Людика»!» Почти все время до следующего митинга Навальный отбывал 15 суток ареста. И 24 декабря 2011 года во время митинга на проспекте Сахарова он предложил стратегию, которая могла бы изменить ход событий. А именно, чтобы все, кого возмутили фальсификации выборов, стали наблюдатели. «Мы знаем, зачем мы здесь. Мы знаем, зачем мы собрались. Мы хотим негалок?» «Нет!» «Мы хотим привилегий?» «Нет!» «Мы хотим пить мефть?» «Нет!» «У нас украли наши голоса. И мы пришли сюда сказать – верните то, что наше!» «Мы не отдадим то, что принадлежит нам!» «Нас не надо уговаривать и подождать до 2013 года. Вы готовы ждать?» «Нет!» «Вы готовы ждать два года?» «Нет!» «Вы готовы ждать неделю?» «Нет!» «Отдайте прямо сейчас!» «Нет!» «Мы соберем сами!» «Я вижу здесь достаточное количество людей, чтобы взять Кремль и Белый дом прямо сейчас!» «Но мы – мирная сила!» «Мы не сделаем этого пока!» «Но этой улице достаточно людей, чтобы на каждом участке от 4 марта было 30 наблюдателей!» «Или 50 наблюдателей!» «Или 100 наблюдателей!» «Мы все пойдем на выборы!» «И мы вышвырнем за шкирку тех, кто пытается фальсифицировать голоса!» «Да или нет?» «Да!» «Мы выйдем на улицы!» «Мы предупреждаем, что мы будем выходить до тех пор, пока нам не вернут то, что принадлежит нам!» «Мы мирные люди, но мы не можем терпеть бесконечно!» «Хотя уже на выборах в 2011 году наблюдателей было очень много, после этих событий движение стало по-настоящему массовым!» «Мы – мирная сила! Мы хотим действовать законными методами!» «Это был общий запрос в то время!» «В этом смысле очень характерен такой эпизод!» «Брат, не дергайся, я сломаю руку нафиг, понял?» «Посажу потом!» «Бронированный космонавт угрожает безоружному задержанному сломать ему руку!» «И Навальный отвечает на угрозу, как цивилизованный политик!» «Говорит, что будет защищать себя по закону!» «Как говорится, соблюдайте свою конституцию!» «В тринадцатом году Навальный стал кандидатом в мэры Москвы от партии Парнас!» «Оппозицию тогда постоянно упрекали в отсутствии позитивной повестки, но программа, с которой Навальный пошел на выборы мэра, была и позитивной, и актуальной!» «Я здесь для того, чтобы просить вашей поддержки моего выдвижения в мэры города Москвы!» «Города, в котором мы живем, города, который мы любим, и города, который, к сожалению, стал символом полного отсутствия власти у горожан!» «Несмотря на то, что эту «Единую Россию» в Москве все и презирают, и ненавидят, и даже их собственный кандидат их стесняется настолько, что маскируется самовыдвиженцем, «Единая Россия» вцепилась в Москву мертвой хваткой и не хочет ее отпускать. «Я иду на эти выборы для того, чтобы выбрать наш город из щупалец, клешней и что там у них еще? Господина Путина, господина Собянина и партия «Единая Россия». «Я буду говорить о настоящем, нормальном, основанном на расчетах и урбанистической науке планировании города Москвы, исключающем абсолютную ситуацию, когда какой-то деятель с тремя классами образования в управлении делами президента нам просто извещает москвичей о том, что, вы знаете, я решил, что парламентский центр будет здесь, а завтра я решил, что он будет здесь. Или мы решили, что нужно с забором непроходимым для москвичей перегрыть половину центра города, потому что федеральной службе охраны так удобно. Я буду предлагать, если вы поддержите меня, действительно качественное решение транспортных проблем, основанное на научном подходе и современном опыте развития больших городов, а не на том, что сейчас делает мэрия Москвы и что уже признано устаревшим и неправильным еще в 70-х годах прошлого века в крупных городах. Сейчас те колоссальные деньги, которые мы тратим на транспорт Москвы, они приносят выгоду только строителям, которые строят в Москве самые дорогие в мире дороги, самые дорогие в мире развязки, самые дорогие в мире тоннели. У нас решением транспортных проблем города занимаются люди, которые вообще не имеют ни малейшего представления об общественном транспорте, об урбанистике. Это такие строители, которые живут в ментальности строителей канала имени Москвы, на которых решение проблемы, это построение самое огромное, потратим 100 миллионов тонн питона, где можно половину отрасли, поставить себе отличную дачу на рублевке в Испании. Власть старалась тогда сделать выдвижение несогласованных кандидатов невозможным. Специально для этого в отношении Навального сфабриковали уголовное дело о хищении, так называемое дело Кировлеса. 10 июля Навальный подал документы для регистрации в Мосгор-Избирком. Его решили регистрировать, и 17 июля он стал зарегистрированным кандидатом. А 18 июля районный суд в Кирове признал Навального виновным в хищении под делу Кировлеса и приговорил к пяти годам колонии общего режима. И тут же в зале суда самого Алексея и Петра Офицерова, второго обвиняемого, взяли под стражу. В тот же день более чем в 20 городах России прошли народные сходы в знак протеста против решения суда. И система уступила. Прокуратура сама обжаловала решение, по которому Навального заключали под стражу до апелляции. И на следующий день и Навального, и Офицерова освободили под подписку до вступления приговора в законную силу. Невиданный случай в истории российского правосудия никогда такого не делали больше. Это означало, что Навальный может остаться кандидатом в мэра Москвы и вести кампанию. Вот посмотрите, как 20 июля его встречали в Москве. Я очень четко понимаю, что если бы не вы, то ни я и ни офицеров мы бы не стояли бы на этом месте в ближайшие пять лет. Спасибо. На марских выборах Алексею не хватило совсем немного, чтобы увезти Собянина во второй тур. Навальный тогда провел 83 встречи в московских дворах. Выглядели и звучали они примерно вот так. Посмотрите. Что нужно делать с вертикалью власти, когда я стану мэром? Сейчас. И с Путиным. И с Путиным. Это ключевой вопрос. Мы подошли к кульминации нашего митинга. Многие считают, что, знаете, я стану мэром, и, естественно, нужно сразу начать войну с Путиным. Значит, я беру все поливальные машины, все снегоуборочные машины, и они движутся колоннами на мэрию, а дворники несут там грабли, и мы этого делать не будем. По крайней мере, сразу не начнем это делать. Главное, что я буду делать, я буду работать по инструкции. Вот я буду выполнять то, что положено делать мэром Москвы. Когда мне будут говорить Алексей, пожалуйста, мы хотим, чтобы главным подрядчиком по строительству метро оставался Тимченко. Я буду говорить, извините, нет, мы будем проводить честный конкурс, у нас будут нормальные подрядчики. Когда мне будут говорить, ты знаешь, там как-то вот братья Реттенберги переживают, потому что они по-прежнему хотят строить Южную Рокаду, Северо-Западную Хорду и Алабяно-Балтийский тоннель. Я буду говорить, нет, извините, у нас такая не получится штука. Я буду действовать по инструкции, и со всеми буду общаться вот по этой инструкции. Это вот, знаете, это как называется, все будут жить на одну зарплату. Худшее наказание. Но это то, что чего хотят москвичи, чего хочу я. И не зря мы написали вот на этом плакате «Измени Россию, начни с Москвы». Так наша страна устроена, что все политические перемены, они случатся или не случатся в городе, потому что этого захотят или не захотят москвичи. Молодой человек, что вы? Вы это уважаете, пожалуйста, собравшихся здесь? Пожалуйста. У Навального, несмотря на то, что компании, как вы вот видели, пытались мешать как могли, за время агитационной работы рейтинг вырос в разы. До начала кампании было меньше 5%, а по результатам выборов он набрал больше 27%. Действующий мэр Собянин, на которого работал весь админресурс, который буквально не вылезал из телевизора, набрал 51% с небольшим. Та избирательная кампания привела в политику множество людей, изменила наше представление о возможном, позволила прокачать навыки успешного взаимодействия и политической активности. Такой опыт очень полезен, он еще пригодится нашему обществу. Между тем, после выборов мэра Москвы уже странно было говорить о Навальном, как о простом блогере. Ведь за него отдали голоса больше 630 тысяч реальных избирателей в Москве. Он стал вторым политиком в городе. Если вы хотите знать, как чувствует себя рок-звезда, то в первую очередь это очень страшно. Мы давно все хотели выступить на митинге победы. Мы очень устали от того, что последние 13-15 лет мы все время проигрываем. Я рад сегодня вместе с вами выступать на митинге победы. Спасибо. Где я просто констатирую. В России родилась большая оппозиция. В России родилось настоящее большое политическое движение, которое представляет интересы большинства, которое может идти на выборы с конструктивной программой и готовы побеждать на этих выборах. И мы — это политическое движение. Когда наступит время, а может быть оно наступит, когда я позову вас участвовать в несанкционированных акциях, переворачивать машины, поджигать фаеры или еще что-то. Может быть такое время наступит. Я вам прям так и скажу прямым текстом. Ребята, приходите тех, кто готов поджигать фаеры и ночевать на асфальте. Я буду с вами ночевать на асфальте. Но сначала я хотел бы вас предупредить об этом. Я точно знаю, что делать дальше. Я знаю, что жаба на трубе боится, подпрыгивает, потому что лапкам становится горячо. И это сделали мы. И это мы будем делать дальше. Мы знаем, как. Мы знаем, как превратить нашу политическую машину, которую мы создали на этих выборах, в машину, в паровой каток, который раздавит единую Россию. И всех жуликов и воров. Мы с вами получили голосов больше, чем любой оппозиционный деятель в Москве за последние 20 лет. Спасибо вам большое. Это настоящая победа. Кто-нибудь может в России победить, кроме нас? Мы верим в свою победу. Мы верим друг другу. Вы верите мне. Верили я вам. Спасибо большое. Мы все победим. Я благодарю вас, что вы сюда пришли. Я вас всех очень люблю. Я вас очень ценю. Я благодарен судьбе, что я стою на этой сцене и сопользуюсь вашей поддержкой. Я начинал этот митинг, потому что ко мне подошла милиция здесь, какие-то генералы, полковники, и спросили так опасно. С опаской. Скажите, пожалуйста, а правда вы собираетесь сегодня стоять в палатке? Мой ответ простой. Нам не нужны палатки, мы здесь живем. Мы живем в этом городе. Мы никуда не денемся. У меня нет ни другого города, ни другой страны, ни другой семьи, ни другого народа. Я все равно здесь окажусь рано или поздно. Давайте сделаем все, чтобы мы оказались по другую сторону Репиев. В том здании, где принимаются решения. И тогда мы будем служить на благо своей страны и своего народа. Следуя все той же стратегии добиваться политических целей законными методами, уже в 2016 году Навальный заявил о своих президентских амбициях. Для участия в президентских выборах ему нужно было собрать 300 тысяч подписей избирателей. При онлайн-регистрации граждан, готовых поставить подпись за выдвижение Алексея, свое согласие дали более 700 тысяч человек. На избирательную кампанию с помощью фандрайзинга собрали больше 360 миллионов рублей. Почти 200 тысяч человек зарегистрировались волонтерами и готовы были приступить к агитации. В 81-м городе заработали региональные штабы. Фактически Навальный первый и единственный на данный момент кандидат в президенты России, который готовил масштабную предвыборную кампанию и не опирался при этом на административный ресурс. Нет вообще никаких сомнений, что и по духу, и по букве закона Навальный имел право стать кандидатом в президенты России. Ну а российские власти прекрасно понимали, что Навальный является угрозой спокойному переизбранию Путина. Чтобы не допустить Навального до выборов, снова пустили в код дела Киров-Леса. Первый приговор по этому делу был обжалован в ЕСПЧ и отменен Верховным судом Российской Федерации. Но в феврале 17-го года суд вынес второй, точно такой же приговор. Решение суда лишило Навального возможности выдвигаться. А в марте 17-го года вышел один из самых известных фильмов Навального «Он вам не Димон». Этот фильм посмотрели больше 45 миллионов человек. А символом протеста стали неожиданные вещи – желтые уточки. Дмитрий Медведев. Премьер-министр и бывший президент России. Он помешан совсем не на гаджетах, а на деньгах и элитной недвижимости. Дворцы, резиденции, родовые усадьбы, яхты и виноградники в России и за рубежом. Мы покажем вам реальное имущество, принадлежащее Медведеву. И вы убедитесь, что это один из самых богатых людей страны и один из самых коррумпированных чиновников. Вот это главный вывод нашего расследования. Система прогнила настолько, что в ней уже вообще нет здоровых частей. Люди, о которых снят этот фильм, у власти уже 17 лет. И они построили идеальный механизм по превращению национальных богатств России в дворцы и банковские счета для себя и своих детей. И это главная причина, почему страна наша в целом очень богатая, а люди в ней очень бедны. И если вы поддержите меня, то в 2018 году я буду тем кандидатом, который от вашего имени скажет в лицо этой власти «Нам надоела коррупция, и мы больше не желаем с ней мириться». В течение всего 17-го года проходили акции и митинги сторонников Алексея Навального. Люди протестовали против коррупции и требовали допусков всех кандидатов, способных собрать 300 тысяч подписей избирателей. Но 25 декабря Центральная избирательная комиссия отказала Навальному в регистрации за судимость по делу Керов-Лес. Навальный до последнего боролся за выдвижение, используя законные инструменты. Но избирательная комиссия предпочла публично нарушить закон, чтобы не дать ему стать кандидатом. Старые времена. Вы, пожалуйста, выходите оттуда, садитесь сюда, заявите, что вы снова идете на выборы президента. Тогда я буду с вами дебатировать, с удовольствием это сделаю. Если вы сейчас задали мне вопрос, дайте мне ответить или регламентируйте время. Скажите, Навальный, у тебя полторы минуты. Я буду в полторы минуты договораться. Хорошо, давайте полторы минуты отвечать. Полторы минуты отвечаю вам, что ЦИК должен воспринимать все факты. Факты заключаются, первое, в том, что решение было отменено Европейским судом по правам человека, который принимает судебную систему России. Второе, было специальное заседание, где рассматривался вопрос о том, выполнила ли Россия решение Европейского суда. И ответ был, нет, не выполнила. Навальный должен быть допущен до выборов. Поэтому вы, как люди, сидящие, я извиняюсь, на моей шее, я хотел бы, как налогоплательщика, чтобы вы занялись своей работой, учли все эти факты и вынесли то решение, которое вы обязаны вынести на основании закона. Не смейтесь, вам это неприятно думать, но это так, вы чиновники, сидящие на моей шее и тех людей, которых вы не хотите пускать на выборы. У вас еще есть ко мне вопросы? Не, ну, я вообще-то в советские времена, да и нас лет отпахал на производстве, а вы пока, я не видела, что вы вообще зарабатывали тем, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь. Ну ладно, Павел Ставрович, пожалуйста. Отлично, я рад, что вы раскрыли свое отношение оболванивать молодежь и так далее. У меня к господину Навальному вопросу нет, уважаемая Александровна. Да, да, пожалуйста, присаживайтесь. Так вы, мы закончили нашу дискуссию. Я собирался присесть, у меня вернули на трибуну, все хорошо? Да, ну, я, пожалуйста, да, теперь все, я не буду больше задать вопросы, все понятно. Борис Алексеевич, я не обращаюсь к вам, у меня нет к вам вопроса. Спасибо. Нет, вы все сказали, что хотели. Время вам было дано. Единственное. Уважаемая, уважаемая Алла Александровна. В апреле 19-го года Алексей предложил новую стратегию для своих избирателей – умное голосование. И одновременно повел свою команду на выборы в Московскую городскую думу. Я хочу, чтобы был человек, который придет туда и разбирается в бюджете Мосгордумы, в бюджете страны, в бюджетном процессе лучше всех их. И у меня есть такой человек, это Владимир Милов. Нужен нам этот кандидат. Поддержим этого кандидата. Летом в Москве и других городах прошли акции протеста. Гражданам уже давно стало ясно, что власть в городе и стране удерживают одни и те же люди. Они сидят на своих местах не потому, что за них голосуют избиратели, а потому, что манипулируют выборами. Но если в 2011 году главным инструментом манипуляции были фальсификации при подсчете голосов, то теперь тот же результат достигался за счет недопуска независимых от власти кандидатов. В связи с предыдущим оратором, я не могу вас не спросить, как вы считаете, можно ли запретить любовь? Можно ли в России запретить любовь? Могут ли графологи запретить любовь? Могут ли рабочие группы запретить любовь? Я вижу здесь лозунг. Нет налогов без представительства. Это важная мысль, согласны? Когда мы платим налоги, мы существуем. Когда мы должны платить тариф за ЖКХ, мы существуем. Когда нужно украсть наши пенсионные накопления, о да. Мы существуем. Идите сюда, платите. Давайте, вносите в бюджет, из которого они будут покупать себе большие черные мерседесы. Но когда голосовать? Нет. Для чего они не пустили кандидатов? Для того, чтобы протащить свою единую Россию. Чтобы все 45 мест были за Единой Россией. И у меня, конечно, дежавю. Я в 2011 году кричал. Как называется эта партия? Которая хочет захватить. Напомните мне, как называется эта партия? Партия жуликов и... Партия жуликов и... Партия жуликов и... Что, конечно, вот смотрите, уже там вот прекрасные розово-шокие полицейские надули. И говорят, мы задержим тебя. Вы задерживаете. Кто готов быть задержанным ради своего будущего? Кто готов сесть на 15 суток ради своего будущего? Кто готов привезти на следующий митинг еще несколько человек и не боится? 20 августа 2020 года на Алексея Навального было совершено покушение с применением боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Он выжил благодаря ряду правильных решений разных людей. Пилот самолета, в котором летел Алексей, сразу запросил экстренную посадку в Омске. Врачи скорой помощи в первые же минуты после посадки поставили диагноз отравления и сделали ему инъекцию атропина, которая является антидотом к соединениям подобным «Новичку». Но власть, которая, как мы теперь знаем, уже готовилась к войне, не могла больше терпеть Навального в российской политике. Алексей проходил лечение и реабилитацию в Германии. И всем было ясно, что если он вернется в Россию, его ждет немедленный арест и тюрьма. Сегодня утром я делал свои обычные упражнения, которые я делаю каждый день уже несколько месяцев. И поймал себя на мысли о том, что я, наверное, почти здоров. И все, что можно долечить, я могу уже долечить дома. Поняв это, я посмотрел, какие есть рейсы. И на сайте авиакомпании «Победа» я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом «Победы». Встречайте. 17 января 2021 года Алексей Навальный вернулся в Россию и был арестован при прохождении паспортного контроля. 19 января 2021 года команда Алексея Навального опубликовала фильм «Дворец для Путина. История самой большой взятки». На сегодняшний день этот фильм набрал 127 миллионов просмотров и стал абсолютным рекордсменом в неразвлекательном сегменте русскоязычного ютуба. Это расследование мы придумали еще когда я находился в реанимации. Но сразу договорились о том, что выпустим мы его только когда я вернусь домой, в Россию, в Москву. Потому что мы не хотим, чтобы главный герой этого фильма думал о том, что мы его боимся. И что я буду рассказывать о его самом страшном секрете, находясь за границей. А потом взяли и попробовали. Не получилось. Попробовали еще. Сделали 4 попытки, но получилось только однажды. Представляем вам самый секретный дворец в России. Дворец Путина под Геленджиком. Вот он. Прямо перед вами. Это самый большой частный жилой дом в России. Его официально подтвержденная площадь по документам. 17,5 тысяч квадратных метров. Аква-дискотека. Я, честно говоря, не знал, что такое существует. Вот это место на плане, а вот его фотография. Что-то типа фонтана, в котором можно сидеть и заказывать напитки. И поверьте, это еще не самый большой сюрприз, который ожидает нас на даче Путина. Здесь десятки подсобных помещений, без которых не обойтись, когда ты живешь жизнью настоящего монарха. Такой кожаный диван стоит 2 миллиона рублей. Или туалетный столик. Тоже за 2 миллиона. В коридорах стоят диваны подешевле. Видимо, для гостей. Вот, например, за 1,5 миллиона рублей. Или есть еще классный стол со встроенным баром. За 4 миллиона коррупционных рублей. Шальная императрица. Ну, или в нашем случае шальной император. Это именно те слова, которые приходят в голову, когда видишь это. Золото, бархат, балдахины. Но при этом обязательный телевизор напротив, чтобы не пропустить важные новости на Первом канале. Именно тут, в путинской спальне, около этого комода была сделана вот эта фотография. Ни одни мы такие неделикатные. Из монаршей опочивальни можно попасть в еще одну, уже совсем приватную гостиную. Это итальянский туалетный ершик. За 700 евро или 62 тысячи рублей. И держатель для туалетной бумаги за 1038 евро или 92 тысячи рублей. 150 тысяч на ершик и держатель для туалетной бумаги только в один санузел. А там их, понятное дело, десятки. И ведь это не жилой дом, не дача. Это завод. Путин не будет тут жить. Он будет иногда заглядывать, ходить между виноградниками, хвалить терруар и приговаривать. Какая благодать. Наше будущее в наших руках. Не молчите. Не соглашайтесь подчиняться пирующим злодеям. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду. В феврале 2021 года условный срок по делу Евроше был заменен на 3,5 года реального срока. Сразу после ареста и во время судебного процесса множество людей вышли на улицы своих городов, протестуя против политически мотивированного уголовного преследования. Более 17 тысяч человек, которые требовали правосудия и свободы для Алексея, были задержаны. Кроме того, сбор пожертвований на президентскую избирательную кампанию был квалифицирован как мошенничество. Возбуждено новое дело. И суд приговорил Навального еще к 9 годам лишения свободы. Теперь еще один процесс. Уже по обвинению в экстремизме. И Алексею грозит уже до 20 лет колонии особого режима. 4 августа 23 года Московский городской суд на выездном заседании приговорил Алексея Навального к 19 годам лишения свободы. В декабре Алексея этапировали за Полярный круг. Там, в колонии, он и умер. За считанные часы до смерти Алексей был запечатлен на видео во время очередного судебного заседания. На кадрах несломленный человек, который шутит. Он не только в одиночку выдерживал давление огромной государственной машины, но и мог вызвать улыбку даже на лицах тех, кто стал в этой машине винтиком. Таков был Алексей Навальный. Субтитры создавал DimaTorzok доходом, который были осуществлены административному суду и представителям административного судебного заседания, и, соответственно, которые были также вложены административного судебного заявления. Ваша честь, я жду, я вам отправлю номер своего лицового счета, чтобы вы с вашей огромной зарплаты федерального судьи подогревали мой лицовый счет, потому что деньги у меня заканчиваются. Благодаря вашим решениям не закончатся еще быстрее. Так что присылайте. А чем-то что-то обскидывается с сезонной. До свидания. До свидания.